Декрет номер 18 об додатковых мерах по державной обороне детей у несправильных семьях был подписан на май 10 годов тому. За минувый час заявился шмат напрасовок, которые позволяют проводить ответную работу комплексно и метанакировано. А прочитать его сегодня докладно заразумело. Основная причина у всех проблем – злоуживание батьков спиртными напоями, протяглое беспрасовье и, как выник, низкий материальный достаток. Коли почать допомогу своя часова, такие семьи еще можно заработать нормальными. Коли чекать и сподеваться, что все выращится само собой, ничего не тримается. Самое главное – не доводить до пиковой ситуации. Ведь есть у каждой болезни барьер, когда возврата уже нет. Поэтому чем раньше мы выйдем, чем раньше начнем применять меры постальной адаптации, тем больше шансов, что, конечно, семья будет восстановлена. Сегодня у Гумеля распроцованный механизм выявления детей, яке знаходится у социально небеспечном становище. Дальше запозраченность по оплате коммунальных послуг может свечить. У семьи есть проблемы. Особливая надея на работников системы эдукации увага звертается на сдавался бы незначные дроби. Яка пронуты дети, яке у их настрой и навод те зарабили иные домашние задания. Плюс, як минимум двойче на год, обовязковое наведывание у всех без выключения семью по месту жихарства, правда, без сбоев по куль не обыходится. У городским отделе эдукации не утоиваются, если недопроцовки сбоку наставников за недостатковую работу по обороне правов неполнодетних до дисциплинарной отказности уже протягнуты больше 40 керувников. Причем, каждый восьмый язык ящей накировали на позачарковую аттестацию. Ященная проблема, на которую звертается увага подчас посереджения Гомельского гарвоконкама – недостатковое межведомственное взаимодействие по снижению роста социального сиротства. Проведенный анализ свечи, у шерго выпадков принятые расшения выконываются формально. Не вопочную чергу по этой причине у Гомеля означаются факты бодяжництва неполнодетних. Летость, например, у органы внутренних справ поступило 111 заяв об пошуку детей. Есть пытание дозвычайных гамильчан, некоторые годами бачить, что у соседей у них все в парадку, але никуда об этом не поведомляюсь. Як выник, зараз амаль 750 молодых гамильчан официйно знаходится у социально небеспечном становище. Годом ранее их было на 35 человек меньше. Говорить о том, что на сегодня мы не видим перспективу по совершенствованию работы, ни в коем разе нельзя. Вместе с тем, только объединившись и по части органов образования, и по части органов внутренних дел, и МЧС, и здравоохранения, мы можем решать конкретные проблемы конкретной семьи. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель».